Визит губернатора Тверской области в Канаковский район был срочным и оперативным. Частичные отключения, которые произошли в результате неблагоприятных погодных условий, в основном были связаны с повреждениями линии электропередач. Магистральная сеть 35 кВт рухнула, не выдержав ледяной стихии. Но не только природа виновата в падении электропередачи. Авария на вышке произошла в том числе из-за того, что сети на этом отрезке находятся в аренде у частной компании, которая должным образом не проводила работы по расчистке просек. Она является собственностью предприятия, которое находится в Канаково. Ее эксплуатирует частная компания. Просто взяла в аренду. Мы это прекрасно понимаем, видим. Никто за этим не ухаживает, никто не выполняет регламентные работы. Поэтому то, что вы сейчас наблюдаете за работой предприятий Тверской области по консолидации активов в руках государства. Мы считаем это абсолютно правильно. Понимаете, это не должно быть места безответственному бизнесу, когда люди имеют в частных руках такие вышки 35 кВт и трассы сетевые, но они просто не прикладывают никаких усилий. Без электричества находились более тысячи жителей 91 населенного пункта, в том числе и Канаковского района. Социальных объектов в зоне отключения не оказалось. Мы планируем в ближайшее время сократить и уменьшить количество потребителей, которые некачественную услугу сейчас получают. Мы работаем совместно с МЧС, социальных объектов и важных школ, детских садов, больниц. Мы сейчас не имеем. Некоторые объекты работают на резервных источниках питания. В ближайшее время будут переключены на постоянную схему электроснабжения. Как заявил губернатор, в течение ближайших трех дней будет обеспечено на этом участке устойчивое энергоснабжение по временной схеме. И в течение семи дней полностью будет восстановлена линия электропередачи. В рамках трех-пяти дней планируется выйти на стабильную схему энергоснабжения. Время меры для того, чтобы сделать нас на этом болоте, создать площадку для работы специальной техники. И мы рассчитываем в течение ближайших трех дней создать уже устойчивое энергоснабжение по временной схеме. И в течение семи дней восстановить полностью этот лэп. Всего в восстановительных работах задействовано более 70 бригад, 100 единиц техники. Большая часть населенных пунктов уже подключена к электроснабжению. Устранение аварии ведется силами МРСК, МЧС, Министерства лесного хозяйства Тверской области. Сейчас, в данный момент, в связи с переходом на постоянные подключения, в двух районах имеют небольшие отключения. Задача поставленная к исходу сегодняшнего дня, мы выйдем на положительный результат. Кимбра и Конаково. Корязинский район, небольшие отключения тоже работают. На предприятии Дмитрового гора направлены дизель-генераторы. Населенным пунктом – резервные источники энергоснабжения. Чтобы минимизировать риски аварий на сетях, губернатор поднял вопрос проведения профилактических мероприятий в лесах по расширению просек на участках прохождения электропередач.